Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Герман Алексеев, это спикер нашей деловой сессии, представитель компании Спортмастер. Здравствуйте, Герман! Здравствуйте! Очень приятно! Сессия закончилась, и мы вас тут же выцепили в наши цепкие лапки. Давайте, пожалуйста, немножко о сессии, о темах. Ну, как бы, сама сессия на ритейл-теч, она всегда интересная, вот, то есть, как бы, в общем, нормально представить, представить, очень адекватное представительство спикеров, организаторов всегда стараются. Вот, дискуссия была, дискуссия была интересная в том смысле, что живая, 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 раскрепощенная, зал реагировал, как бы, все хорошо, поэтому я надеюсь, что, как бы, коллегам понравилось. Сразу мой любимый вопрос, были ли жаркие споры, несогласные, были ли крики, что я вам не позволю, вот, или все прошло очень гладко, но и с юмором? Ну, криков-то особо не было, да, значит, как бы, был холиварный, этот, как бы, вечный холиварный вопрос, вендоры или собственное решение. Вот, но, как бы, ну, обошлось, я так вырвался, хотя, в общем-то, как бы, в текущей ситуации он, на самом деле, практически ничем не отличается от того, что было, скажем, 20 лет тому назад. Получается, была та же самая полемика, те же самые векторы развития и, в принципе, пока идем намеченным путем? Ну, я бы так выразился, что, опять же, если убрать тот фон, который создает сейчас вот текущая ситуация буквально последних двух месяцев, да, то, наверное, это было продолжение трендов предыдущих трех лет. Вот, вот, тренды предыдущих трех лет, это вот та самая достаточно активная цифровизация, вот, появление вот этих крупных онлайновых платформ, вот, требования, как бы, компаниям, которые по гигиене, я бы так выразился, онлайн-обизнеса, которые, как бы, хочешь, не хочешь, они, в общем-то, ну, как бы, это уже диктуется, диктуется рынком. Очень высокая конкуренция, опять же, в онлайне, и уход, ну, как бы, большая часть бизнеса туда уходит, и, соответственно, к IT, вот, несколько все-таки иные формы поддержки требуются для бизнеса, чем они были до этого. Вот, и сейчас это просто продолжение этого тренда и развитие его. Ну, замечательно. Хочется немножко тогда еще пару слов вам для участников рынка. Может быть, есть, на ваш взгляд, какие-то решения, которые, наоборот, затормозят развитие, и вы хотите дать кому-то совет для того, чтобы все участники рынка были в плюсе? А вы про рынок сейчас имеете в виду ритейл или рынок, или рынок IT? Мне хочется услышать ваше мнение на все темы и все векторы развития. Интервьюеры, они всегда очень хитрые. Ну, смотрите, если с точки зрения ритейла, я уже практически сказал, но мне кажется, я немножечко повторюсь с другой стороны, это довольно важно. То есть, мы сейчас никуда не уйдем от того, что фактор появления вот крупных-крупных именно платформ, которые, по сути дела, выполняют уже функцию не продавца, а связывают продавца и покупателя. То есть, они, по сути дела, перестраивают народное хозяйство. И мы от этого фактора никуда не уйдем. Эти платформы – это очень эффективный способ именно организации хозяйства. Он экологичен, он гуманитарен в некотором смысле. Клиенту там удобно. Вот, значит, платформы не могут предоставить какого-то уровня специфической экспертизы, да, но во всех остальных смыслах, вот там вот в Китае есть такая поговорка, что в IT, ну, не поговорка, как это правильно сказать, мем, да, что внутри IT-платформ живет вот именно вот этих платформ потребительских, да, вот живет как бы там цифровой двойник клиента как потребителя. Вот, это действительно так. Он получает там все свои бонусы, он получает свою кредитную историю, он получает свою историю покупок там, значит, и куча других, значит, в общем-то, там, приятных для него факторов, которые не совсем связаны с приобретением товара. Вот, и плюс ко всему, значит, свойство платформы, это опять же, так сказать, такая достаточно известная вещь, она прорыта уже 10 лет там назад, что мелкая платформа не может конкурировать с крупной, потому что, значит, эффективность платформы определяется в количественном связи. Вот, вот это, собственно, как бы существенный фактор, на который нужно обращать внимание и нужно понимать, что делать остальным крупным ритейлерам в этом смысле. То есть, понятно, что магазины останутся, то есть, я как бы не сторонник того, что будет сплошное телевидение, я имею в виду оффлайновые магазины, как это, брик-н-моркл, как говорят на этом самом, на Западе. Вот, но существенная часть бизнеса оттуда уйдет, то есть, свободные площади там и все остальное, это очень такой приличный фактор. Для разных, как бы, ритейлов это будет по-разному, там, фут, там, фоэмсижит, так сказать, там, специалистов, значит, это будет по-разному. Вот, и, в принципе, как бы от ритейла и от IT в том числе, здесь требуется существенная поддержка, как бы, других вот форм, по сути дела, если здесь, как бы, компании выступили, как организаторы народного хозяйства, да, то, в принципе, нужно играть на этом же уровне. То есть, как бы, там, придется, придется, значит, предлагать решение такого же класса. То есть, понятно, что нишевые игроки, так сказать, которые, там, пекут булочки, значит, там, или организуют шахматный клуб, значит, там, в каком-нибудь районе, они, понятно, что выигрывают безусловно, они выживут безусловно. Вот, здесь идет речь именно о крупных, как бы, ритейловых сетях, крупных, значит, вот, которые сейчас там во многом присутствуют на рынке. Вот, и определяют его, кстати. Вот, вторая тема, на мой взгляд, как бы, это, вот, консолидация рынка доставки. То есть, сейчас, как бы, он консолидирован очень слабо, и это обусловлено тем, что, на мой взгляд, как бы, я могу ошибаться, значит, я небольшой специалист по логистике все-таки, но это обусловлено тем, что структура ресурсов, именно, вот, логистических сетей, она устроена так, что это не позволяет сделать какого-то аналога почты, почты, которым она была, там, значит, там, 40, там, 50, 50 лет, 50 лет тому назад. Вот, поэтому, вот этот вопрос, но этот вопрос является принципиальным. Если эта консолидация произойдет, стоимость доставки сильно упадет, и вот этот ток онлайн, значит, он, как бы, так усилится. Правильно я понял, что, получается, у нас есть была какая-то старая модель логистики, которая изжила себя, и мы сейчас должны разработать новую, которая должна стать еще лучше, но при этом, при всем мы находимся на таком водоразделе. Ну, это не совсем, как бы, так, значит, прям, вот, не то, чтобы старая модель логистики, нет, не в этом, не в этом, не в этом дело. Дело все в том, что вот эта курьерская доставка, да, там, допустим, там, в 90-х годах, она же отсутствовала, напротив, вы это понимаете, да, то есть была почта, были фельдегерские службы, на основании которых, не, а что смеяться-то, да так оно и есть, значит, вот, то есть на основании которых сейчас, в частности, организованы некоторые наши курьерские компании, вот, и, соответственно, был некий, был некая структура распределительных центров и транспортных потоков, которые могли бы обеспечиваться, вот, а когда вы говорите о доставках в пункты выдачи заказов и на адрес, это немножко другая ситуация, то есть это уход от больших складов к сортировочным центрам, вот, это, как бы, там, другое распределение, как бы, услуг, это максимальный, максимальный, кстати, как бы, нужно убрать функцию торгового агента от курьера, вот, то есть, как бы, потому что, потому что, если вы не работаете с платежом, то это просто доставка точка-точка, то есть, там, как это в Китае выглядит, там, значит, ты просто регистрируешь это, так сказать, в соответствующей информационной системе, типа Яндекс.Го, да, значит, вот, ты хочешь, я хочу поработать курьером, да, в соседнем, значит, с тобой квартире сидит человек, который хочет купить пиццу, вот, и, значит, он просто заказ, значит, вот, из этой, из этой, из этой самой, из пиццерии поступает в эту же информационную систему, где зарегистрировался курьер, Что мне нужно доставить из пиццерии, которая находится на первом этаже в квартиру соседней Он говорит, о, я там быстро сбегал, вот собственно и все Вот это вот так где-то должно работать Но это будет только в том случае, это сейчас простой пример, потому что все близко Как только вам нужно сделать то же самое между Москвой и Красноярском Это сразу включается, существенные факторы, у вас должны быть длинные лайн-фолы и так далее Но я еще раз говорю, я лежу не в свою тему, наверное, все-таки мы пройти Но вы спросили про рынок А если с точки зрения IT, на мой взгляд, я уже на этой сессии говорил У меня такой футуристический прогноз, за него можно меня поругать Но в принципе я считаю, что сейчас произойдет такая же история, как произошла в 2007 году Когда все компании, ну давайте мы про ритейл Ритейл, который развивался на Западе, у нас отдельная была история на Западе Со скоростью 3-5%, он так и продолжал потом развиваться А вот финтеховские компании, они в 2007 году резко от этого оттолкнулись И как бы ушли вверх с коэффициентом приблизительно от 17 до 40% в год Вот, я думаю, что сейчас вот топора, когда произойдет фактически то же самое То есть вот сейчас это происходит с платформами, потом это продается со специалистами И те, кто будут в состоянии простроить вот такую отличную IT, которая позволит сделать это вот так со специалистами Специалисту существенно сложнее Он должен дать не просто как бы свести покупателя и производителя Он должен еще дать некий уровень сервиса То есть уровень сервиса, уровень экспертизы Обернуть это, я не побоюсь этого слова, в организацию жизни для клиента Вот такая история И в этом смысле, конечно, сейчас те компании, которые привыкли жить на решениях от вендоров, им будет тяжело Потому что здесь именно это самое Я бы сейчас действительно, сейчас нужно уходить Это правда, спортмастер всегда отличался инхаусом Но сейчас еще больше нужно развивать это направление, так получается И фактически останутся на рынке только лидеры А софт, вендоры для лидеров не пишут Спасибо за замечательное интервью Всеобъемлющие, вы ответили на все вопросы и даже больше За что вам огромное спасибо Я рад, что вам понравилось Мне очень понравилось, я думаю, и зрителям нашим тоже Пожелаем вам еще раз удачи на нашей выставке И давайте до встречи в следующем году С удовольствием пообщаемся Как мы прожили этот год Спасибо, да, вы очень любезны Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok